против Антона Майделя. В предыдущей партии Антон уверенно сделал ничью. Конечно, Метельшпиль у меня был некоторый перевес, но в итоге пришлось спасаться именно мне. И... Снова конь Ф3, теперь Д6. Попробуем уйти в стороне диска. Правда, Антон, возможно, хочет сыграть какой-нибудь... Немножко бредовый вариант, видится он же 4, разменен на Ф3. Нет, похоже, что будет обычная стороне диска. Мне любопытно, какой вариант здесь избирает Антон. С6 или конь Д7, или вообще С6. А, может быть, С6... Нет, С6, конь А6. Ну, тут я совершенно не понимаю, в чем тонкости всех этих ходов. Буду играть по... По шаблону, в общем-то. Особой радости в положении коня на С7 не видно, если честно, за черных. Потому что, если, например, конь стрел бы на Д7, то после Е5 это, к примеру, Д5, конь шел на С5. А вот здесь мне очень хочется пойти Д5. Потому что получается стороне диска структурой, и совершенно непонятно, что конь на С7 именно делает. Это не единственный... Не единственный вариант. Может быть, можно просто взять на Е5 даже, взять на Д8. Потом взять на Е5, там, конь Е4, конь Е4, слон Е5, слон Ж5. Не знаю. Принципиально хочется пойти Д5, если честно. Мне кажется, что у Антона строго единственный сильный ход, это С5. Надо получать вот эту вот структуру сторондейки с пешкой на С5 вместо С7. Да, Антон так и играет. Это оправдывает положение коня на С7 отчасти. Теперь меня... Да, вот... В идеале хочется пойти конь Е1, конь Д3 и Ф4. Но... Беда в том, что там, в случае, например, конь Е1, конь Х5, конь Д3, Ф5, Ф4 не сыграет, потому что повисает на Ж3. Ну ладно, конь Е1... С другой стороны, у коня на Х5 есть другой серьезный недостаток, что после него, если поиграть Ф5 при положении коня на Н5, то я могу взять на Ф5 и придется брать фигурой. Потому что, если брать пешку, то потеряется этот самый конь на Н5. Ну, ферзь будет Н5, белый играет просто на Ф5 и я возьму. Да, слон Ф5... Не знаю. Все мое... Скажем так... Не самое выдающееся понимание страндейских структур говорит здесь о том, что у белого должен быть какой-то перевес. Есть ли он на самом деле, не знаю. Ферзь Д7. То есть, Антон продолжает заигрывать с положением коня на Н5, который находится под вилкой на самом деле. Не могу ли я уже наказать за это как-нибудь сыграть Конь С5, Конь С5, Конь Б7, Ж4... Давайте попробуем. Давайте попробуем, да. Наверное, этим конем. Но все равно, да, скорее всего, Антон возьмет. Возьму... То есть, Ферзь Д6, Конь Б7. Ставим, помада там Ферзь Б4, который озевал, как обычно. Ну, после Ферзь Б4, наверное, есть ход Ферзь Б3. У белых много пешек, и они бегут Ферзьи. Если Ферзь С8, тогда Д6. Висит на Б7, еще Ж4 всегда висит. А, мне кажется, это была любопытная жертва. Антону будет непросто сейчас. Да, Ферзь Д6. Надо играть Конь Б7. Это третья пешка за фигуру. И Ферзь Б6. Все-таки. Так. Ж4. Ферзь Б7. Д6. Слон Е4. Значит, сразу Д6. Тогда Конь Е6. Ж4. Я много полей отдаю. Все так надо играть, наверное. А, стоп. Д6. Конь Е6. Ж4. Конь Ф4. Взяли, взяли, взяли. Взяли сюда. Ферзь Д5. Я защищаю этого коня, потом ЖФ. Интересно. Давайте так и пойдем. Д6. Вопрос в том, надо ли мне включать слон Е3, наверное. Не надо. И, разумеется, все эти мои варианты были совершенно неактуальны. Актуально Антон сыграл. Здесь совершенно по-другому. Это меня печалит. Есть ход С5. Ну, вообще как-то странно Антон сыграл. Откоренно говоря. Такие два слона белых сильные. Не может быть хорошо. Возьму просто. Просто возьму и просто возьму там. Конь Ж3 вроде бы не проходит из-за слона Е3. А, нет. Проходит. Там же я не могу всех коней взять одним ходом. То есть я могу пойти С5 или слон Е3, но один из коней все равно уйдет. А до куда уйдет конь С7 я не очень понимаю, если честно. Ладно. Играем слон Е3. Фантастически, как обычно, быстро все это делаю. Ну, по-хорошему с такими слонами, но ужасная позиция черта должна быть. А у белых она должна быть выиграна. Не знаю, как лучше сыграть. Надо ферзем взять все-таки. На ладе Ф8 есть ферзь Ж2. Я заставляю поменять ферзей. А если сейчас конь уйдет, ну тогда С5 там ходится на Е6. Должно это все быть очень хорошо. Ну, времени, как обычно, очень мало. К этому уже все привыкли давно. Так, ну вот так можно, тогда что на... А, на ферзе 2 Е4. Ой-ой-ой. Да, значит так и слон Д5. По-хорошему, позиция настолько безнадежная, сколько вообще она может из старой индийки. Личное качество. Черт, никакой атаки. Фигура разбросана. Пешка Д идет в ферзи. Ну, что здесь обсуждать? То есть, будь у меня чуть побольше времени, Антон, наверное, сдал бы партию просто тут. Поскольку у меня на часах 13 секунд, хоть и с добавлением двух секунд, то он, наверное, продолжит борьбу. Хотя, конечно... Да, все-таки решил не продолжать. Ну, любопытная партия. Видимо, не стоило допускать удар на С5. Он оказался сильным. Ну, а пока всем спасибо за внимание. Для вас играли Никита Петров, Антон Майдель.